Я вас всех приветствую на канале GadgetMoney. Меня зовут Павел, и сегодня мы поговорим не о китайском гаджете. Это Samsung Galaxy S6, распаковочка на канале GadgetMoney. Итак, это новое видео, мы начинаем. Поехали! Как сэкономить на покупках на Алиэкспресс и других китайских магазинах? Кэшбэк-сервис Letyshops.ru позволяет экономить 4% при заказах на Алиэкспресс и до 30% в других магазинах. Что такое кэшбэк? Кэшбэк — это возврат части денег, потраченных вами в интернет-магазине. За активацию аккаунта на сайте Letyshops.ru вы получаете бонусные 200 рублей. Также для удобства пользователей разработано дополнение для браузера Google Chrome или Яндекс.Браузер. Установите его и проверяйте наличие кэшбэка на страницах магазина. Пользуясь Letyshops.ru, вы сможете выводить от 500 рублей. Letyshops.ru. Быстро. Удобно. Выгодно. Дорогие друзья, не Китаем единым, скажем так, мы все живем. Понимаем, что китайские смартфоны таких известных брендов, как Ulefone, Xiaomi, может быть, каких-то других, AliTV, они, конечно же, у всех у нас на слуху. И мы пытаемся, кто ознакомлен с такой продукцией или, скажем так, смотрит обзоры данной продукции, конечно же, если получается приобрести данный смартфон, мы радуемся. Но не стоит забывать, что существуют компании A, так называемых брендов, которые производят флагманские устройства. И компания Samsung, конечно же, идет впереди планеты всей, со своим очень большим маркетингом, со своей очень большой рекламной компанией. И мы не стали исключением, мы повелись на всю эту разводку. И, скажем так, получили в свое пользование Samsung Galaxy S6 Gold Edition. Прямо лакшери, прям по-богатому. В общем, смысл в том, что мы сейчас вам расскажем, как этот смартфон выглядит, и стоит или не стоит его, на первый взгляд, это первый взгляд, это не обзор, стоит ли его вообще держать в руках, и стоит ли присмотреться к данному смартфону. Стандартной комплектации устройства, помимо коробки и инструкции, вы найдете зарядное устройство с быстрой зарядкой, Quick Charge, конечно же, это кабель зарядного устройства, здесь micro-USB, никаких Type-C еще нету, скорее всего, это будет в следующем поколении устройств, мануал, и, в принципе, все. Наушники, да, еще будут наушники, и небольшой комплект амбишур, для того, чтобы вы могли подобрать ту самую амбишурку, для того, чтобы они влезали, корректно влезали ваши скромные, маленькие, или наоборот, большие уши. И, конечно же, это сам смартфон, выглядит он вот таким вот образом, в нашем случае это Gold-версия, она, конечно же, такого эксклюзивного золотого цвета, не айфоном единым, скажем так, тоже мы сейчас располагаем, почему? Потому что, конечно же, многие пользователи, которые пользуются гаджетами, которые приобретают в Китае, китайскими гаджетами, они, конечно же, говорят, что нет смысла переплачивать за A-бренды, такие как Apple, такие как Samsung и так далее и тому подобное. И мы хотим с вами поделиться своим собственным мнением, и заодно посмотреть на этот смартфон поближе. Сейчас мы вам расскажем, какие технические характеристики вы получаете за скромные 39 990 рублей. В нашем случае, конечно же, этот смартфон мы не приобретали за такие деньги. Это отдельная история, и, пожалуй, повод снять отдельное видео. Итак, давайте пробежимся по внешнему виду данного девайса. 5,1 диагональ. Смартфон сделан из авиационного алюминия. Применена технология Gorilla Glass стекол спереди и сзади. Это защищенные стекла, но, конечно же, они со временем будут царапаться, если вы будете их носить с какими-то ключами, монетами. И, конечно же, мы сразу советуем наклеивать защитные стекла, либо какие-то пленки. Сзади стеклышки очень сильно пачкаются. Это стоит отметить с самого начала. Какой бы смартфон вы себе не приобрели, они бывают белые, черные, золотые, и есть эксклюзивный цвет изумрудный, то есть темно-зеленый. Все эти стекла с обратной стороны очень-очень-очень быстро отставляют отпечатки пальцев. Сам дисплей Super AMOLED матрица. Она выглядит очень-очень хорошо. Здесь действительно насыщенный яркий, вернее, правильный черный цвет. Достаточно хорошие углы обзора, технология без воздушной прослойки, конечно же, от GS. Но с Pentile, если вы хотите разглядеть какие-то пиксели, вы здесь их не разглядите. По одной простой причине, что Samsung, конечно же, в своих лаганских устройствах научилась делать все чин-чинарем, и никаких претензий по дисплею у меня нет. По техническим характеристикам, это, конечно же, топовый процессор Exynos 7420 с 8 ядрами. 4 ядра работают на частоте 2,1 ГГц, 4 ядра на частоте 1,5 ГГц. Этого процесса достаточно для того, чтобы он тянул все современные 3D-игры без всяких лагов и с хорошим FPS. Также здесь 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, и, конечно же, отсутствие, они стали, скажем так, делать смартфоны а-ля уровень Apple. Отсутствие слота под сим-карту оставляет, скажем так, желать лучшего, в том плане, что, может быть, в следующих модельках Samsung одумается и все-таки применит эту технологию. То есть, просто достаточно слот вставить, сделать совместный компактный слот и для сим-карты, и для карточки памяти. Карточка здесь одна, бывают модели с двумя сим-картами. Память нерасширяемая, и карточка здесь наносим. Конечно же, поддерживает частоты LTE всех возможных операторов на территории российских государств и рядом с нами, скажем так, дружественных нам стран. Это страны Украина, Белоруссия и, конечно же, Казахстан. В 4G везде будет работать хорошо. По батарейке хочу отметить, батарейка здесь 2550 мАч, что на момент записи обзора не является каким-то рекордным показателем. Уже сейчас даже в китайских смартфонах с достойными техническими характеристиками и действительно с неплохим дизайном от той же компании Xiaomi можно приобрести смартфон примерно в таком же корпусе, а то и чуть-чуть побольше, с достаточно более большой емкостью аккумулятора. Но здесь в самой прошивке, в TouchWiz, Android, сказать слову, 5.0 на момент выпуска, сейчас он обновлен до 5.1.1. Есть возможность установить кастомные прошивки, достаточно немножко поколдовать над устройством, убрать все возможные ограничения, связанные с программой KNOX от Samsung. Вы получаете кастомный рекавери и возможность установить кастомные прошивки. Конечно же, Android 6.0 уже доступен, и без проблем можно скачать на FOPDA, установить на данный смартфон. Мы пользуемся смартфоном на стоковой прошивке и очень рады. 3 ГБ оперативной памяти хватает. Пользователю доступно изначально после загрузки системы из коробки порядка 1500-1700 МБ, но после того, как вы установите все свои приложения и в рабочем порядке будете пользоваться смартфоном, вам будет чуть менее ГБ свободной памяти доступно, потому что TouchWiz достаточно тяжелая настройка над Samsung, но сейчас она уже принимает некий порядочный облик, на нее не стыдно смотреть, есть много полезных функций. И, конечно же, со временем эта прошивка станет еще интереснее, еще лучше и как можно меньше начнет, будет вернее, есть оперативную память. В общем, смысл в том, что постоянная, свободная оперативная память, чуть больше 800 МБ, я думаю, что это будет достаточно для выполнения повседневных задач. Итак, дорогие друзья, поговорили, конечно же, мы о аккумуляторе и стоит отдельное, скажем так, сказать слово насчет камеры этого устройства. В комментариях под другим видео нам спрашивали, на что мы сняли ролик про как получать посылки наложенным платежом. Сняли мы на камеру, на фронтальную камеру, вот так вот, Samsung Galaxy S6. 5-мегапиксельный модуль, задняя камера у нас на 16 мегапикселей, двухтоновая здесь, однотоновая, прошу прощения, здесь вспышка всевозможными датчиками, есть датчик сердцебиения, барометр, акселерометр, датчик освещения, сканер отпечатка пальцев встроен в кнопку Home физическую. Конечно же, все знают, смартфоны Samsung, что у них здесь расположена кнопка Home, и она никуда из поколения поколения пока не девается, может быть что-то новое изобретут в Galaxy S7 или в последующих моделях. В общем, все датчики работают на ура, камеры фотографируют более чем достойно, есть возможность записи в 4К-видео с 30 кадрами в секунду, Full HD пишет в 60 кадров в секунду, HD-видео можно писать до 120 кадров в секунду. По работе сканера отпечатка пальцев хочу отметить его практически безупречную работу. Раньше, вернее, в прошлогодних флагманах от Samsung, в том числе и на Galaxy Note 4, надо было по сканеру проводить, и это все было не очень интересно, и сканер отрабатывал не совсем корректно, сейчас достаточно просто приложить палец, его достаточно несколько раз отсканировать, чтобы он более корректно работал, и вы получаете практически 10 из 10, это, наверное, не всегда у меня еще видите, может быть, палец какой-то грязный, ну, как минимум 8 из 10, но мой совет, отсканируйте палец, если вы являетесь обладателем данного смартфона, отсканируйте один палец несколько раз, и у вас все будет хорошо, тем более палец со временем начинает запоминать еще больше и больше, учится, в общем, самообучающийся сканер, и со временем будет разблокировать устройство буквально за несколько миллисекунд. Также бы хотелось отметить большую линейку аксессуаров, которую компания Samsung предлагает пользователям данной модели, в нашем случае нам достался вот такой вот интересный оригинальный чехол-книжка, он срабатывает и открывается, закрывается, соответственно, экран у нас загорается, то есть срабатывают магнитные датчики, очень удобное окошечко, то есть раньше я относился к таким чехлам, скажем так, более чем скептически, сейчас мне это нравится, сейчас я этим пользуюсь, то есть можно разговаривать вот таким вот образом, никаких проблем у вас не будет, в том плане, что вы подносите практически, то есть даже не надо открывать, здесь просто ответили, поднесли и разговариваете, и даже если что-то у вас случится, если у вас смартфон выпадет из рук, он будет защищен, потому что он находится в хорошем, качественном, дорогом, между прочим, кожаном чехле. Подводя итоги этой распаковки, этого первого взгляда на Samsung Galaxy S6, хотелось бы отметить несколько очевидных плюсов, которые вы получаете за действительно на данный момент очень высокую стоимость, порядка 40 тысяч рублей на рынке стоит этот смартфон, в любом из магазинов ссылочки будут в описании, но я не думаю, что нашим, скажем так, пользователям, нашим подписчикам будет интересно приобретение этой модели, но все-таки посмотрели и, как говорится, хватит. Ну и если кому-то будет полезно, ссылки будут на этот смартфон в описании, где купить выгодно, где купить со скидкой и так далее и тому подобное. Нам же он оставляет положительные впечатления, этот наш смартфон сейчас является основным, какое-то время будет им являться, действительно прикольный стильный дизайн, действительно они ушли от пластика здесь, пластик вообще его нет нигде, и даже задняя часть не разделена пластиковыми вставками, здесь есть разделение именно на торце, на алюминиевом сплаве, пластиковые вставочки для антенн, но сохранили дизайн нетронутым сзади, и это не оставляет, то есть мы этому рады, то есть смартфон смотрится компактно, органично, стеклянная поверхность хоть и пачкается, она оставляет отпечатки дай боже, но в чехле в принципе этого не происходит, камера здесь так же, как у айфона, просто пипец, как выпирает из корпуса, наверное, на полсантиметра, но модуль камеры до такой степени хороший, что примеры фотографий вы скорее всего увидите в процессе данной распаковки, камера просто обалденная, процессор игровой, мы в игры не играем, но для повседневных задач этого процессора просто с головой, вот так вот, в общем одни положительные эмоции, смартфон качественно, всячески рекомендуем, тем более если у вас появится так же, как и у нас возможность приобрести его по очень интересному ценнику, не думая приобретайте, если вы будете довольным пользователем стана Samsung-дрочеров, или как их еще называют некоторые из ютюберов, или некоторые из пользователей, допустим там Apple-дрочеры, Samsung-дрочеры, ну смысл в том, что не бойтесь этих обзывок, пользуйтесь смартфонами от компании Samsung, потому что уже ушла та пора, когда они делали некрасивые и лагучие устройства, сейчас это действительно прекрасный, прекрасный смартфон с прекрасными техническими характеристиками, достойной камерой, ну и совсем невысокой ценой. Это была распаковка Samsung Galaxy S6, с вами был Павел, канал GadgetMoney, обязательно подписывайтесь, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, пользуйтесь нашим сайтом gadgetmania.ru, проходите на сайт нашего партнера, магазина tomtom.com, для того, чтобы сэкономить денег на покупках в интернете, и конечно же, приобрести, может быть, какой-то гаджет по существенной скидке. Пожалуй, все, всего доброго, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok